В актовом зале администрации жены и матери соликамцев, участников специальной военной операции, встретились с представителями власти различных ведомств. На повестке дня вопросы, которые наиболее волнуют женщин. Например, что делать, если не заплатили налоги до 1 декабря прошлого года. Им предоставляется отсрочка до момента, пока они не будут уволены. И по истечении трех месяцев только данные суммы им будут предъявлены. Вот. Никаких заявлений, никаких обращений, ничего делать не надо. Решаются вопросы с кредитными каникулами для военнослужащих и их семей. В этот период банк не начисляет проценты, в этот период банк не берет с клиента еженетичные платежи. И таким образом просто срок кредита увеличивается и все эти оплаты передвигаются на срок позже. Как оформляются кредитные каникулы в банке? Есть два пути оформления. Первое – это звонок на номер 900, либо непосредственное обращение филиала Сбербанка. Оформить кредитные каникулы может как сам военнослужащий, так и его родственники по нотариальной доверенности. Еще один вопрос касался механизма получения единого пособия на детей до 17 лет. Не учитываются доходы, мобилизованных, именно доходы за расчетный период при оформлении единого пособия. Доходы мы не учитываем за период, но учитываем имущество. То есть если у мобилизованного или у семьи есть два и более имущества, превышает, то там, к сожалению, уже будет отказ. Не только материальная, но и духовная, а точнее душевная помощь оказывается семьям военнослужащих в зоне боевых действий. Хотим мы не хотим, но вы находитесь в серьезной стрессовой ситуации. У нас с вами налажен достаточно уже хороший контакт, индивидуальные консультации у нас идут. Сейчас повсеместно, по всему Пермскому краю проводятся такие, я бы сказала, очень важные встречи. Они даже названы так. Знаете, какое слово? Теплые встречи для родных и близких. Я вам предлагаю начать одну из встреч провести. Назвала я ее так. «Сто минут хорошего настроения». Встречу назначили на 17 февраля. В пятницу жены и матери вместе с детьми военнослужащих смогут встретиться уже в неформальной обстановке и поддержать друг друга. А поддержать самих участников боевых действий можно, как всегда, участвуя в сборе необходимых вещей и предметов. Если парни вам звонят и говорят, что есть какие-то сложности с техникой, с оборудованием и прочее, многие звонят, пишут мне, потому что знают, что я сборами этими занимаюсь. Давайте, девочки, только на понимание. У меня нет огромного кошелька, то есть как бы многомиллионного, и я не могу взять и ежесекундно купить. Речь о том, что все, в чем больше всего сейчас нуждаются мужчины, находящиеся в зоне боевых действий, можно отправить посылками только совместными усилиями. На сегодняшний день до 10 февраля идет сбор вещей и предметов по списку, которые вы видите на своих экранах. Все вопросы, которые волнуют жены матерей военнослужащих, взяты на контроль и властями, и ведомствами. В планах работы совета следующие. Мы проведем также в феврале благотворительный концерт. Ну и наши текущие вопросы – это помощь нашим мобилизованным контрактникам и добровольцам. У нас помощь эта осуществляется постоянно. Занимаемся сбором, приобретением и передаем, отвозим туда. Очередное заседание Совета жены матерей было решено провести через месяц. Продолжат следить за развитием событий Олеся Петровичева, Сергей Сюзев и вся телекомпания Соль-ТВ.